Привет! Как дела? Сегодня хочу рассказать вам о том, как празднуют лондонцы и жители Великобритании День Святого Валентина. К нам в Россию этот праздник пришел совсем недавно, буквально десятилетия назад, может быть два десятилетия назад, как раз таки из западного мира, то есть из Америки и Великобритании. Мы все дружненько писали валентинки в школах, в колледжах, университетах, как-то отмечали и проводили какие-то праздники, а на деле оказалось, в Великобритании его совсем-совсем практически не отмечают. Это такой приватный праздник, так скажем, когда влюбленные парочки встречаются где-то по ресторанам и кафешкам в Лондоне или в других городах Великобритании и наслаждаются общением друг с другом. Чаще всего в этот день происходит пропозал, молодые люди делают предложения своим девушкам, а так вот, чтобы какие-то реальные мероприятия или праздничные события проходили в Лондоне, я ни разу не видела. Единственный раз в прошлом году я видела, как в арку Веллингтона, которая находится рядом с Гайдпарком, вместили такой огромный-огромный шар в виде сердца, и многие люди ходили, фотографировали и снимали это на видео. Я тоже сняла все это и себя немножечко на фоне сердца пофоткала. У меня еще такая шапка была кошачья, люблю я такие шапочки. Я абсолютно не стесняюсь гулять в них по Лондону, никто абсолютно никакого внимания на это не обращает, но в России я не рискну ходить в такой шапке. Однажды я приехала из Лондона в этой шапке, и на меня люди косо смотрели. В плане распущенности, как это у меня называет мама, здесь, конечно, все очень строго, и нельзя поиграться с детством в этой стране. А в Лондоне и Великобритании абсолютно спокойно относятся к чудачеству, что хочешь, то и надеваешь, как хочешь себя ведешь. Главное, чтобы не нарушались никакие правила. Про правила я расскажу как-нибудь в следующий раз. Основное в Великобритании, согласно всем старинным и древним обычаям, не нарушать правила. Что же такое День Святого Валентина, спросите вы, в Великобритании? Если мы все вместе дружненько праздновали его в России, то в Великобритании... Ну, не знаю, может быть, я не работала в каких-то больших офисах, может быть, там тоже существует какая-то почта влюбленных, или как это называется. В университете ничего такого, никаких валентинок у нас не было. В английском колледже подавно там и английские-то люди не знают, чтобы еще валентинки писать. Единственное, что появляется на улицах Лондона, это мерчендайзинг. То есть, все абсолютно магазины украшаются в сердечки, в какие-то розочки, цветочки, шоколадные, не шоколадные, шарики надувные. Все пестрит розовым цветом, начиная от Паундленда, самого дешевого магазина в Великобритании, и заканчивая Хартсом. И с Эфриджес, огромными гипермаркетами. Одна шоколадка, в которой может стоить 25 фунтов, если не больше. Однажды я как раз думала, что такого поснимать на День Святого Валентина, чтобы продать фотографии в прессу. И так как в обычных магазинах не очень красиво оформляются прилавки, просто лежат кучи шоколадок, куча каких-то открыток. Открытки, кстати, да, они очень любят все. И какие-то медвежата, зайчата, ну все из той серии конфетно-букетного периода. Я вообще не люблю, если честно, плюшевые какие-то игрушки, потому что они собирают пыли, а у меня на пыль аллергия. Поэтому все абсолютные игрушки из детства я у себя истребила. Ничего нельзя увидеть у меня из мягкого и пушистого дома. Ну, суть не в том. И так как мне хотелось сделать какие-то красивые фотографии, я пошла в Харртс. Там всегда красиво оформляют витрины, независимо от того, праздник это или какое-то событие в Лондоне. Всегда можно прийти в Харртс и просто как в музей сходить, посмотреть, как все там оформлено. И поэтому вот сегодня я вам покажу, что было на День Святого Валентина в Харртсе. Там, конечно, в каждом абсолютно отделе можно увидеть что-то в виде сердечка на День Святого Валентина. Ну, чуть-чуть пораньше. Конечно, праздник День Святого Валентина практически начинается с 1 февраля. Как только две недели до праздника, мерчендайзерам надо продать товар. Поэтому все выставляется, оформляется в виде сердечек. И вот есть в Харртсе один такой отдел. Там продаются сладости. В основном чай, пироженки, конфеты, шоколад. Абсолютно все для сладкого стола. И вот там я походила вокруг главной витрины, поснимала какие-то коробки конфет в виде сердечек. И также по бокам там тоже стоят различные витрины. Можно купить шоколад в виде сердечек. Кстати, в Лондоне проходила как-то шоколадная выставка. О ней я тоже буду попозже рассказывать. К сожалению, в последние годы она почему-то не проходит. Называется Salon du Chocolat. Наверное, как-то так. Французская выставка. Приезжали все европейские страны и представляли свой шоколад. Мы с подругами, с моими ходили туда. Я была на первой, на второй и на третьей выставке. И там проходило фэйшн-шоу, где модели носили платья, состоящие из шоколада. Или каких-то пироженок. Очень было интересно. Попозже расскажу вам о нём. Может быть, вернётся как-то в Лондон и обязательно сходите на эту выставку. Это прямо остаётся невообразимое впечатление от выставки Salon du Chocolat. Salon du Chocolat. Salon du Chocolat. Chocolat. Неважно. Так что про эту выставку я буду рассказывать. Ну, а так я ещё ходила в Сейнсбурге, видела какие-то там мишки, сердечки и розочки стояли. В Теско, ну, в других таких обычных супермаркетах, где приходишь затариваться продуктами, а заодно и можно увидеть такую стойку с презентами, которые можно подарить своему возлюбленному или возлюбленной. Честь Дня Святого Валентина. А так вот, чтобы какие-то проходили мероприятия в центре города, массовые, не массовые, ну, было несколько. В основном каждый год выставляется какая-то скульптура. То был, по-моему, человек на лавочке сидел, читал книжку, а рядом было сердце, то ещё что-то. Я, честно говоря, пыталась что-то поймать и сфотографировать, но так ничего и не сфотографировала, кроме вот в прошлом году этот огромный шар, воздушный шар в виде сердца, который был вставлен в эту арку Веллингтона неподалёку от Вокингемского дворца. Вот как-то так празднуется День Святого Валентина. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»